Ребят, всем привет! У нас не совсем обычный начало видео, у нас сегодня... Я все равно не перекричу этот Рено Сандера. У нас сегодня на обзоре не вот тот белый Солярис, не вот это белый Лада Веста, а белый Рено Сандер. У нас, видите, три невесты белого цвета, но вот это из города Иваново, героем обзора сегодня у нас и будет на видео. Итак, расскажу предысторию. Предыстория у нас следующая. Совсем недавно, в июне месяце, у нас была согласована и утверждена аудиосистема, состоящая вот из такого конфига. Владелец заказал дверные карты, делали их не мы, делали их другие ребята, они вот такие вот симпатичные, перетянутые в кожзам. Вот эти моменты, вот здесь вот, которые можно, не знаю, может быть, точить, но они даже защёлкнутся, там вот здесь. Мы сюда поставили три двадцатки и рупор. Моя любимая, излюбленная связка. От 100 герц третьим порядком работают у нас хедшоты. С левой стороны аналогично, вот эти котики были. Тут как бы это, да. И магнитола Пионер тоже была у владельца остальной, всё наше. Здесь мы брендовым нулём подключили, скоммутировали. Здесь, наверное, дубляж только требуется, да? Я думаю, по-любому надо. Брендовым нулём мы подключили питающую часть. Аккумулятор здесь штатный. Дим, Козлов, а как вот ты считаешь, здесь вот нужен дубляж массы? Я вот считаю, нужен. Обязательно. Ну и что, что-нибудь стонат? Ну у нас заземление должно быть 50 квадратов. По закону физики, если у нас масса в багажнике 50 квадратов, если у нас плюс идёт с под капота таким же сечением, значит, и вот здесь нужно продублировать кабель. Ну сейчас, ребят, попросим сделать. Генератор здесь штатный. Сабвуферного звена в этой тачке нет от слова вообще. Но вот очень громкий такой вот. Нет, это не тот трек. Кероп-кероп, он где-то рядом. Ой, не знаю, нет. Это АМТшный трек. Мы на нём выступали в 17-м или 18-м году, да? В багажнике этого автомобиля, свободный в багажнике этого автомобиля, у нас расположился мощнейший двухканальный веселитель Headshot HSDM 2.1800 и двухканальник Pride. К великому сожалению, из Кикса в нашем, собственно, на цементе не было двухканальника. Но у меня хорошая новость для вас. К нам едут уже обновлённые веселители Headshot или Kix. В общем, мощный двухканальник 2.200, моноблок и, по-моему, 2.70. Что-то такое вот будет. Ну, то есть, можно было бы собрать монобренд, но не из чего было. Так вам скажу. Поэтому силок правильно. Антон вот так вот очень трепетно, кропотливо. Сейчас вот здесь вот золотаем отсюда, да? Потому что вы спрашиваете, как мы крепим. Да вот так вот, на саморезы крепим к седухе. Здесь заклеим. Он поднял на втулочке, чтобы это не перегревалось. Здесь всё термоусадки. Здесь, ещё раз повторюсь, брендовый 0 Kix. Он уходит у нас под капот. Усилитель здесь тоже на втулочках и на красивых саморезах под торкс. Ну, охуенно выглядит. Вот, согласитесь, вот прямо вот, ну, душевно. И управляет, ещё раз повторюсь, аудиосистемой главного устройства PIONEER M-VH S525T. Супруга, владелец которой немножко костнул панельку. Такой вот конфиг системы DM-80 защищены грилями. Они у нас работают от мощного двухканальника. Вот такие ёжики были установлены в передних дверях. И против того, что сейчас стоит и было, это уместное будет сравнение сравнить хрен с трамвайной ручкой, да? Это, конечно же, да, совсем по-другому. Ребята, посмотрите, вот так вот всё эстетично. И давай послушаем, Крест, не нашёл? Нет, ну, могу хотя бы включить. Чёрный бумер? Ну, почти. Приходи ко мне вечером, я люблю наши летние встречи. Тепло вью, я красивые плечи. Её держу, мой летний вечер, вечно жду. Нам нарисовали здесь 14-ю. Сейчас приедет Цурап, я говорю, Цурап, у вас вообще с тобой ходит? Вот контент. Если мы вместе будем, он говорит, я даже бесплатно готов опилить контент. Я в описании под этим видео попробую кинуть ссылку, как Зурап снимал видео 9 лет назад, да, Volkswagen Jetta. Я думаю, кто-то это видел, там есть над чем поржать. И на основном канале есть видео, когда мы снимали видео, вернее, Зурап тогда обозревал Никита Суслова машину, вазовскую тринажку. Там надо вдуматься и понять глубокий смысл его речи. Я думаю, у нас будет интересно, он сейчас приедет, мы приколимся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok